Голливудская волна, художественное плетение и роскошные локоны. В Наринмаре выбрали лучшего парикмахера года. Конкурс состоялся 21 декабря в формате онлайн-конференции на платформе ЗОМ. Организатором выступила администрация города. Конкурсантам предстояло не только сделать женскую прическу, но и создать неповторимый образ модели. Справились ли участники с задачей, знает Любовь Пермякова. На часах около 10 утра идут последние приготовления. Парикмахер Наталья Воложина готовится к старту конкурса. В этом году из-за ограничительных мер оценивать красоту прически жюри будет по видеосвязи. Старт дан, и в руках мастера рождаются художественные сюжеты. Сначала закрепляется ленточка, потом делается перекрут на прядочки и подтягивается бусинка. И в зависимости от рисунка, там используется уже разное количество бусин под разными направлениями. Такую сложную композицию для волос с использованием ленточки и бусин Наталья придумала сама. Тренировалась несколько дней на своих знакомых. Процесс трудоемкий, требует мышечной памяти, как игра на фортепиано. Кроме правильного плетения, нужно еще настроиться на нужную волну. В данном случае – голливудскую. Самую женственную и роскошную кладку прошлого столетия. С помощью такой прически, которая пришла к нам из 20-х годов, легко можно добиться винтажного образа. Главное не прическа, а чтобы был гармоничный образ в целом. Действительно, несмотря на то, что внимание сфокусировано на волосах, также конкурсной комиссии оценивался костюм, макияж и аксессуары, которые должны были соответствовать выбранному образу. Об этом рассказали организаторы конкурса управления экономического и инвестиционного развития администрации Наринмара. Каждый, конечно, предприниматель проявил себя очень интересно. Участник конкурса были представлены полные образы самой модели. Все были очень красивых и интересных. Просто великолепно все было очень. Было подано у нас пять заявок участников. И определено было три места, за которые получат предприниматели пошрение гранты в форме субсидий. За первое место у нас получат грант 100 тысяч, второе – 70, третье – 50 тысяч. Кроме создания вечерней собранной прически, участникам предстояло пройти теоретическое задание – тест из 10 вопросов по парикмахерскому искусству. На прохождение теста было выделено 15 минут. На прическу всего полтора часа. В итоге лучшими стали трое мастеров. Золото завоевала Раиса Машкова. Второе место досталось Екатерине Юфиревой. Бронза – Натальи Воложины. Выигранные средства предприниматели могут направить на развитие собственного дела, а именно на приобретение необходимых материалов и повышение квалификации. Наградят мастеров дипломами в торжественной обстановке 25 декабря.